МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нужное мероприятие для всей страны. Идет популяризация всех видов спорта. И дети видят это вживую, как говорится, своих героев, чемпионов. Лампаду с огнем вторых европейских игр из рук хранителей принимает председатель Гомельского горосполкома Петр Кириченко. После приветственных слов зажигают факел, и эстафета начинается. В числе первых факелоносцев олимпийский чемпион канаист Леонид Гейштарм. Золото на Римской Олимпиаде он завоевал в 1960 году. Символично, что и огонь вторых европейских игр также привезли из итальянской столицы. Я там же в Риме выиграл Олимпийские игры. И тогда прославил Великое государство СССР и Гомель. Нашим спортсменам здоровья и счастья. И грибцам нашим отдельно, чтобы под Кирем была легкая вода. Факел по улицам областного центра с гордостью пронесли действующие спортсмены. За многих из них можно будет поболеть во время вторых европейских игр. Это большая честь, это гордость пронести факел, тем более у нас дома, в Гомеле, на моей родине. И вообще для Беларуси это очень большое масштабное событие. Хочется максимально выступить, достойно выступить, тем более дома. Показать весь свой уровень, все свое мастерство. И, ну, естественно, золотой медаль хочется. Честь, можно сказать, пронести факел по родному городу. Это вообще для меня было очень приятно. Может быть, это знак какой-то, что когда-нибудь, в будущем, может, настоящая Олимпиада у нас пройдет. Эстафету «Пламя мира» передавали и медийным персонам, уроженцам Гомельской земли. К спортивному празднику они присоединились с большой охотой. Вельми радостно, потому что я у себя на родине, на том городе, где я на родился. Не в том районе Креху, а в том городе. Бегче буду в районе, где я начал працовать, в першине. Ну, карате, тут шматы вспоминал, и мне приятно. Белорусским атлетам я пожидаю, чтобы они все свои уластные рекорды перевысили, чтобы они скопнули далей, чем могут, чтобы они пробегли худше, чем могут, чтобы они проплыли худше, чем могут, нырнули глубже, чем могут, карате зарабили немогчимое. Я с нетерпением жду этого момента, потому что мне кажется, что это такая ода человеческой силы, силы духа. И для меня невероятно приятно принимать участие в этом, скажем так, параде и марше силы духа. На своем пути пламя мира побывало на кондитерской фабрике «Спартак». Местные мастера также подготовились к эстафете. Они сделали свой факел, конечно же, из шоколада. Пронесли огонь вторых европейских игр по территории Гомельского парка и подняли на смотровую башню. Кстати, факелоносцы не скучали, ожидая своей очереди. Желающих сфотографироваться со звездами спорта и медиаперсонами было немало. И вот финиш первого дня – центральная площадь Гомеля. На сцене факел из рук телеведущего Евгения Перлина принял исполняющие обязанности председателя Гомельского облсполкома Геннадий Соловей. На протяжении всего маршрута, а также на площади Ленина, на пламя мира встречали гомельчане и гости города. Желающих почувствовать свою причастность к главному спортивному событию года оказалось много. Конечно, это очень значимое событие, особенно для Республики Беларусь, которая впервые принимает такого масштаба игры. Мы будем болеть за своих спортсменов. Мы очень рады, что все-таки Беларусь победила в этом конкурсе. Вот даже маленькие болельщики, которые уже хлопают и радуются за наших спортсменов, за наше государство. Спорт, я считаю, продвигает нашу страну на мировой площадке. Дети тоже должны прививаться к виду спорта, к любому, а тем более европейским. Я думаю, спорт – это жизнь. Беларусь в первый раз такие события принимает. Придут много туристов, очень много для Беларуси. Это важное событие. Первый день шествия эстафеты в нашем регионе продолжился грандиозной концертной программой и награждением факелоносцев, которые приняли участие в марафоне. В ходе мероприятия состоялся и телемост с Минском. Сам привет гомельчанам передали спортсмены, которые готовятся защищать на вторых европейских играх не только честь страны, но и Гомельской области. Мы убеждены, что покажем хорошие результаты, ведь будем соревноваться у себя на родине и будем слышать вашу поддержку из каждой точки Беларуси. Давайте на счет три крикнем так громко «Ура!», чтобы нас услышала вся Европа. Готовы? Раз, два, три! Ура! На следующий день огонь вторых европейских игр увидели маленькие пациенты, а также врачи Гомельской областной детской больницы, после чего факелоносцы посетили производственное объединение «Беларусьнефть». Тут эстафету передали водителю Речицкого управления технологического транспорта Петру Железинскому. Два года назад его на предприятии признали спортсменом года. Копилку наград ему удается пополнять и сегодня. Сегодня я представляю производственное объединение «Беларусьнефть», где уделяется огромное внимание развитию физической культуры и спорта. Вторые европейские игры для нашей страны – это лишний повод доказать, что наша страна не только спортивная, но и гостеприимная, дружелюбная страна. Далее путь пламени мира лежал на Гомсельмаш. Гигант машиностроения принимал гостей масштабно. В программе торжественное приветствие факелоносцев, поднятие огня вторых европейских игр на суперкомбайн. КЗС-2124, проезд по производственной площадке и посещение цеха. «Встречает очень тепло, радушно и желает спортсменам нашим только победы». «Пахер тяжелый». «Он именно тяжелый тем, что здесь, наверное, закопились все победы, которые у нас будут». «Очень приятно, что пробежали по нашему цеху, увидели действительно воочию, как этот огонь. И будем, конечно, болеть за наших спортсменов, чтобы они взяли наилучшие места». Побывал огонь вторых европейских игр на Гомельском ДСК, а также в Колыбели белорусской нефтедобычи, Меречицком месторождении. Именно здесь в 60-х годах минувшего века добыли первые баррели белорусского черного золота. После Гомеля эстафету принял Жлобинский район. В субботу огонь вторых европейских игр побывал в Национальном парке Припятский. Сегодня пламя мира встречали в Турове. Завершится эстафета по нашему региону завтра в Мозыре. Евгения Кухаронок, Максим Савин, Валерий Гопанько, Сергей Лукашук. Новости недели.